Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодняшний обзор мы посвятим небольшому зеркальному телескопу SkyWatcher 767AZ-1. Известный канадский бренд позиционирует этот рефлектор Ньютона как универсальную модель для начальных астрономических наблюдений в первую очередь Луны и крупных планет, а также ярких звездных скоплений и туманностей. Телескоп установлен на раздвижной алюминиевой треноге, похожей на знакомые нам треноги от EQ2 или AZ3. Однако она чуть меньше, чуть тоньше и чуть легче. Крепежные элементы опор и треугольная полочка-распорка выполнены из пластика. Верхняя площадка треноги силуминовая, она имеет форму трилистника с центральной втулкой вертикальной оси. Движение по азимуту полнокруговое, для фиксации положения имеется винт М6 с пластиковой ручкой. Во втулке установлена широкая двухперьевая вилка тоже силуминовая. Перья имеют наклон около 30 градусов к горизонту и благодаря этому движение трубы по высоте возможно до 80 градусов, что вполне достаточно для астрономических наблюдений. Труба крепится к вилке двумя винтами М8 с удобными пластиковыми головками. Эти же винты выполняют роль фиксаторов движения по высоте. В левом пере вилки установлена штанга тонких движений. Второй ее конец направлен к окулярному узлу, но на этот раз вперед, а не назад, как у рефракторов. Черная глянцевая труба с красивыми золотистыми блестками свернута из тонкого стального листа. По краям она укреплена крупными фланцами, выполненными из пластика, имитирующего силумин. Задний фланец закрытый, он служит для крепления главного зеркала. В торце фланца по окружности имеются три пары юстировочных и зажимных винтов для коллимации главного зеркала. И это плюс для такого небольшого телескопа. Само главное зеркало установлено внутри трубы в пластиковой оправе. Оно сферическое, без центральной метки. Заметим, что при диаметре 76 мм и относительном отверстии 1 к 9 сферическая аберрация мала и не вносит заметных искажений. Обратим внимание на хорошее матовое чернение внутренней поверхности трубы. Оно лучше, чем у некоторых более крупных моделей и без сомнения уменьшит светорассеяние и увеличит контраст изображения. Узел крепления диагонального зеркала закреплен на трех металлических шпильках М4 с возможностью подвижек, что тоже плюс для такой модели. Стакан Паука, как и оправа диагонального зеркала пластиковые, однако имеют все необходимые юстировочные винты. Достаточно крупный фокусер с посадкой 1,25 дюйма тоже выполнен из пластика, имитирующего силумин. Механизм фокусера реечный. Ход достаточно плавный, наведение на резкость не вызывает затруднений даже на больших увеличениях. Чуть выше фокусера, в верхней части трубы, на пластиковой ножке установлен искатель. Он такой же, как у большинства бюджетных моделей. Однолинзовый, с кратностью 5 и перевернутой картинкой. Оптические аксессуары в комплекте этого небольшого телескопа такие же, как и у более старших моделей Sky Watcher. Это два неплохих, просветленных окуляра Кёльнера 25 мм и 10 мм, а также бюджетная, непросветленная, двукратная линза Барлоу. Проверим аксессуары по земным объектам. Несмотря на перевернутое изображение, в окуляр 25 мм, увеличение 28 крат, картинка нам понравилась. Ярко, контрастно, заметных искажений и хроматизма нет. В 10-мм окуляр, увеличение 70 крат, яркость и контраст существенно упали, но картинка лучше, чем у близких по диаметру рефракторов-охроматов. Сочетание комплектной линзы Барлоу и окуляра 25 мм, дало увеличение 56 крат, но изображение хуже, чем с окуляром 10 мм. Линза Барлоу внесла заметные искажения. Больше мы ее не использовали. В комплектный окуляр 25 мм, на увеличении 28 крат, нам без труда удалось найти знаменитые Плеяды, рассеянные звездные скопления в созвездии Тельца. Более тусклые звездные скопления Хи и Аш Персея этот небольшой телескоп показал вполне уверенно. В поле зрения окуляра 25 мм оба скопления помещаются одновременно. А вот вид туманности Ориона нам больше понравился в 10-ти миллиметровый окуляр. Доступная телескопу центральная часть туманности без труда помещалась в его поле зрения. В тот же комплектный окуляр 10 мм, на увеличении 70 крат, стареющая Луна порадовала естественным цветом и показала много деталей и подробностей. По Юпитеру мы применили некомплектный окуляр 6 мм с увеличением 117 крат. Диск планеты с экваториальными полосами и 4 Галилеева спутника оказались вполне по силам этому телескопу. Что же, подведем итог. Этот небольшой телескоп порадовал нас хорошим качеством изображения на всех доступных увеличениях. Положительной оценки заслуживает и конструкция трубы, с юстировочными винтами, с хорошим чернением и неплохим фокусером. Из отрицательных моментов отметим недостаточную устойчивость монтировки на больших увеличениях и невысокое качество линзы Барлоу. Увы, это недостаток всех бюджетных моделей. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем рекомендовать SkyWatcher 767AZ-1 в качестве первого телескопа для знакомства с любыми типами астрономических объектов. Для расширения возможностей телескопа можно приобрести хороший окуляр 6 мм или более качественную линзу Барлоу. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!